Здравствуйте! В эфире Тагановская телевизионная сеть. Вы смотрите очередной выпуск программы «Обо всем понемногу» и эти полчаса проведу с вами я, ее автор и ведущий, Евгений Токариан. 4 июня Православная Церковь отмечает День Святой Троицы. Об этом празднике рассказывает благочинный приходов Тагановского округа Иерей Борис Гущин. Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня мы с вами поговорим о таком особом событии, явлении в истории христианской церкви, как Пятидесятница или Сошествие Духа Святого на апостолов. Этот праздник мы также называем Днем Святой Троицы. Многие называют этот праздник Днем Рождения Христианской Церкви, потому что Дух Святой, который сошел на апостолов, соединил их в один живой организм. О самом этом событии, о сошествии Духа Святого Господь Иисус Христос неоднократно говорил своим ученикам во время своего земного служения. Не сомневаюсь нисколько, что многие из вас читали в Священное Писание книгу «Деяний святых апостолов», в которой описывается о том, как Господь вознесся на небеса, как после этого ученики были собраны все вместе, ожидая сошествия Духа Святого, обетованного Господом. И вот в день Пятидесятницы Иудейской, на 50-й день после воскресения Христова, когда они находились вместе в одном помещении, послышалось как бы сильное движение ветра, как бы шум от ветра, который наполнил собою также все помещение, в котором они находились. И вот явились огненные языки, разделяющиеся, которые почили на каждом из апостолов. И они исполнились Духа Святого и стали говорить на разных языках. Видимо, они вышли на проповедь, а в это время, в эти дни в Иерусалиме, вы знаете, что было громадное стечение народов, иудеев, которые пришли из самых разных городов для того, чтобы поклониться Богу, соблюсти положенные установления, обряды. И вот именно к ним обратились апостолы. Причем каждый, кто пришел, слышал свое знакомое им наречие. Некоторые даже удивлялись, наверное, говорили, они напились сладкого вина. И тогда апостол Петр, обратившись к ним, говорит, нет, дорогие, они не напились сладкого вина. Произошло то, чего давно еще обещали, обетовали пророки. Сошествие Духа Святого. Обратился к ним и рассказал о воскресении Христовом и о смысле всего происшедшего. И вот в результате этого обращения апостола Петра, в результате этой проповеди, в первый же день после его проповеди, обратилось ко Христу около трех тысяч человек. Вот это событие мы с вами, конечно же, вспоминаем, прежде всего, на богослужении. Если вы воюете в храм в этот день, в День Святой Троицы или Пятидесятницы, вы можете заметить, что все облачено в зеленый цвет. Одежды священнослужителей, престол, на стенах там какое-то украшение зеленое, трава присутствует, ветки, растительность. Зеленый цвет является символом животворящего действия Духа Святого. Не исключением является и наш Ильинский храм, в котором мы совершаем все торжественные праздничные богослужения. Дорогие друзья, я вас поздравляю с этим великим, действительно радостным, особенным Двунадесятым праздником. Радостно прославим Господа и желаю, чтобы Дух Святой, однажды сошедший на апостолов, который дан нам в Таинстве Святого Крещения, действовал в нас, был с нами, укреплял нас, наставлял нас. В общем, был с нами все дни нашей жизни. С праздником, дорогие друзья, братья и сестры! А теперь о том, как наш город связан с праздником Святой Троицы, рассказывает старший научный сотрудник Музея-Заповедника Алла Цимбал. Таганрог, основанный Петром I в начале славных дел, на первом этапе своего существования носил название Троицка на Таганроге. И это очень значимо, потому что Петр I, родившийся 9 июня, очень почитал этот праздник. Он родился на него, вблизь него он основал Петербург, будущую столицу своей империи. Для Петра I очень важно было закрепиться здесь, на южных берегах российских земель, вновь обретенных. И выбирая место для строительства нового города, он думал о том, чтобы это место стало для России важным в дальнейшем продвижении на юг. Именно здесь, в 1698 году, начинается строительство первого военно-морского форпоста России. А спустя год закладывает церковь в честь Святой Живоначальной Троицы. В освящении места для строительства церкви участвовал сам царь, только что вернувшийся с Керченского похода, который стал очень важным и значимым для России. Россия впервые одерживала блистательные победы над Османской империей. Она впервые показывала свою силу и мощь на южных морях. И когда Петр привел к Керчи флот, который был больше турецкого флота, это было, конечно, очень важное событие. И в этом событии огромное место отводилось нашему тогда только рождавшемуся городу. Церковь Святой Живоначальной Троицы, построенная в Таганроге, дала им городу имя. Уже в 1700 году крепость вошла в реестр российских городов под этим названием крепость Троицкая на Таганроге. И город, который разрастался вокруг этой крепости, тоже стал так называться. В Петровскую эпоху Троицк на Таганроге был крупнейшим населенным пунктом в этих южных землях, новообретенных российским государством. Церковь Троицкая в Таганроге в это время была главным культовым сооружением города. Царь сам не раз принимал участие в службах в ней. В ней служили службы для моряков Азовской флотилии, для гарнизона Таганрогской крепости. В ней служили службы и в честь славной победы Петра под Полтавой в 1709 году. Надо сказать, что под Полтаву он отбыл именно из Таганрога. И в это время уже строится Петербург, кстати, тоже основанный вблизи Троицы, сразу вскоре после праздника Троицы. И в Петербурге первая церковь тоже строится в честь святой Троицы. Именно в этом храме впоследствии в Петербурге, когда Таганрог уже был разрушен, Петр I принимает титул императора. Так вот как бы складывается история рождения Российской империи, в которой Таганрогу принадлежит самая первая начальная страница. Но, к сожалению, первый период, первый этап существования Таганрога или Троицка на Таганроге не был продолжительным. Османская империя была довольно сильным государством. И Россия не могла вести на два фронта войну. На Балтике она одерживала победы. Именно Петербургу предстояло стать столицей новой империи. А Таганрог был разрушен по Прудскому мирному договору. Первый храм Таганрога был разобран и перевезен в Бахмут. Спустя 50 лет, более чем 50 лет, русские войска вернулись на территорию полуострова. Таганрог возрождается в Екатерининскую эпоху. И здесь, на месте Троицкой церкви, строится новая церковь, Архангела Михайловская. Она долгое время существовала, но очень сильно пострадала во время Крымской войны. Была обстреляна англо-французским десантом. И пришлось построить новую Михайловскую церковь в 1877 году на окраине города. Большой каменный храм был освящен под названием Михайловского храма. Но таганрожцы не хотели примириться с тем, что вот это место, сакральное место, значимое, останется без храма. И к концу 19 века, к 200-летию Таганрога был возрожден храм. Он опять получил название Троицкого на том же месте, где когда-то стояла церковь во времена Петра I. Этот Троицкий храм просуществовал до 1930 года, когда он был закрыт, как и большинство церквей Таганрога. Сейчас на его месте мы можем видеть памятный знак. А Троицкий храм опять возрожден в Таганроге. Но теперь он находится на дальней границе города, на территории микрорайона Русское поле. И как бы напоминает нам своим названием о славной первой странице истории Таганрога. Мы продолжаем знакомить вас с ассортиментом фитоцентра «Целебные травы». С вами руководитель предприятия «Целебные травы» Северного Кавказа Екатерина Олейникова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про великолепный продукт «Кедрон плюс С». В его состав входит кедровый белок, глюкоза виноградная, инулин, вытяжка из корня цикория и лицетин. Это 100% натуральный продукт, новейшая разработка для оздоровления организма, сохранения молодости, красоты, улучшения энергетического потенциала. Он превосходит по своим питательным свойствам мясо, рыбу, овощи, хлеб. Кедрон содержит богатейший состав микроэлементов, витаминов, цинк, калий, медь, железо, марганец, магний и другие. Кедровый белок, полученный из кедровых орехов, способствует насыщению организма полезными веществами, оказывающими благотворное влияние на работу всех органов и систем организма. Он очищает кровь и сосуды от холестерина, препятствует росту и развитию злокачественных клеток. Иннулин улучшает обмен веществ, насыщает минеральными веществами костную ткань, восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, стимулирует рост бифидобактерий, очищает организм, улучшает углеводный и липидный обмен, снижает чувство голода, способствует скорейшему очищению организма от ненужных токсических веществ. Лецитин – важный строительный материал для обновления поврежденных клеток, мощный антиоксидант. При недостатке лицитина снижается эффективность воздействия любых лекарственных средств, поскольку он помогает доставлять питательные вещества и витамины клеткам. Какими же свойствами обладает кедровый белок? Улучшает физическую и умственную работоспособность, укрепляет мышечную массу, стимулирует иммунную систему, улучшает состав крови, восстанавливает нервную систему, способствует устранению эндокринных нарушений, стимулирует репродуктивную функцию как у женщин, так и у мужчин, способствует сжиганию жиров, омолаживает организм, предупреждает процесс старения. Также улучшает состояние кожи, способствует укреплению волос, зубов, ногтей, костной ткани, улучшает моторику кишечника, нормализует пищеварение. При каких болезнях полезен кедровый белок? Дисбактериоз кишечника, гастрит, язва желудка и 12-перстной кишки, ожирение, гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, анемия, слабость, хроническая усталость, остеохондроз, ревматизм, импотенция, женские гинекологические заболевания, онкологические заболевания. Также кедрон рекомендован спортсменам для достижения максимальных результатов. Более подробно о продуктах нашего ассортимента вы можете узнать в фитоцентре «Целебные травы» или на сайте «Лечаттравы.рф». А сегодня я прощаюсь с вами, желаю здоровья и хорошего настроения. До свидания. Вас ждут по адресу город Таганрог, улица Александровская, 79, ежедневно с 8.30 до 18.30. Телефон горячей линии 8 800 775 3191. А теперь тренер Максим Врубель покажет вам небольшой комплекс упражнений, который поможет поддержать хорошую спортивную форму. Здравствуйте. Сегодня мы будем делать комплекс упражнений, направленный на проработку грудных мышц, двухглавой мышцы плеча бицепса, треуглавой мышцы плеча трицепса, а также для мышц пресса. Эти упражнения вы можете с легкостью выполнять дома. Первое упражнение – классическое отжимание от пола. Исходное положение – упор лёжа. На вдохе опускаемся вниз. На выдохе разгибаем руки в локтях. В данном упражнении работают грудные мышцы. Включается трёхглавая мышца плеча, то есть трицепс и плечо. Это упражнение выполняется в три подхода по 12-15 повторений. Второе упражнение также предназначено для проработки грудных мышц. Исходное положение – лёжа на лавочке, руки вытянуты вверх. На вдохе совершаем движение вниз и на выдохе вверх. При выполнении этого упражнения работают мышцы грудей. Выполняем его в трёх подходах по 15-20 повторений. Третье упражнение предназначено для укрепления мышц трицепса. Исходное положение – стоя, руки вытянуты вдоль тела. При подъёме сделаем выдох, при опускании – вдох. Верхние точки задерживаем немножко на 2 секунды. В данном упражнении работает двуглавая мышца плеча – бицепс. Это упражнение выполняем в трёх подходах по 15-20 повторений. Четвёртое упражнение предназначено для проработки мышц рук. Данное упражнение выполняется отжиманием обратным хватом. При опускании мы делаем вдох, при подъёме – выдох. Это упражнение выполняем в трёх подходах по 15-20 повторений. Пятое упражнение предназначено для мышц пресса. Исходное положение – лёжа на полу. Руки вдоль туловища и находятся под ягодицами. Поясница плотно прижата к полу. При подъёме делаем выдох, при опускании – вдох. В данном упражнении прорабатывается прямая мышца живота. Акцент идёт на нижнюю часть пресса. Это упражнение выполняем в трёх подходах по 20 раз. Выполняя эти упражнения дома, вы сможете подтянуть своё тело, укрепить мышцы и улучшить состояние здоровья. Продолжается второй этап первенства «ФНЛ-2» в зоне «Юг». Сегодня я расскажу вам, как завершились игры четвёртого тура. В станице Павловской на стадионе «Урожай» встречались соседи по турнирной таблице местный Кубань-холдинг и таганрогские форты, ведущие борьбу за четвёртую строчку в турнирной таблице. Поскольку обеим командам в этой встрече была нужна только победа, играли осторожно, чтобы не дать возможность сопернику, воспользовавшись ошибкой, открыть счёт. Команды почерёдно атаковали ворота друг друга, нанося удары как с игры, так и после розыкша стандартов, но поразить ворота соперника ни павловчанам, ни таганрогцам так и не удалось. Ничья – 0-0. В селе Пищеноковском встречались местная «Чайка» и «Волгоградский ротер». В этом принципиальном поединке борьба шла за вторую строчку в турнирной таблице. Футболисты «Ротера», обыгравшие в предыдущем туре лидера «Новороссийский Черноморец», были хорошо мотивированы и с первых минут пошли вперёд, рассчитывая забить быстрый гол. И на четвёртой минуте встречи вратарь «Чайки» Евгений Замерец неудачно обработал отданный ему мяч, который отскочил к Артёму Максименко и «Волгоградец» отправил его в пустые ворота хозяев поля. Артём Максименко, 1-0. 1-0, «Ротер» на четвёртой минуте. Катастрофа для «Чайки», катастрофа для голкифера, который очень жёстко, каменно... А уже на 14-й минуте встречи именно вратарь «Чайки» не позволил волгоградцам удвоить счёт. Второй тайм начался с атаки хозяев поля. На 49-й минуте Максим Калмаков мог сравнять счёт, но самоотвержденно сыграл Сергей Самов, забрав мяч в ногах у нападающего хозяев поля. На 74-й минуте защитник «Ротера» Сергей Обивалин, уже имевший предупреждение, сбил в центре поля Антона Орлова и был удалён. Жёлтый получает Сергей Обивалин и это вторая жёлтая карточка! В третьем подряд матче нынешнего сезона против «Чайки» «Ротер» заканчивает в меньшинстве! И сразу же песчанокопцы отыгрались. Денис Грибанов прошёл с мячом по левому флангу, вошёл в штрафную площадь и прострелил вдоль линии, а набежавший Александр Хохлачёв мощно пробил в угол. Один-один! Александр Хохлачёв! Последних пяти матчей, включая нынешний, забивает только он в составе песчанокопской «Чайки». Концовка встречи выдалась очень эмоциональной. И на 88-й минуте Андрей Ивашин сделал отличный заброс в штрафную площадь, а набежавший Денис Грибанов в падении отправил мяч в ближний угол ворот. 2-1! Эта волевая победа вывела «Чайку» на чистое второе место в турнирной таблице. Резкая передача слева направо, выскочил Грибанов из-за спин и добавил мяч в ворота. 2-1! Новороссийский лидер группы «Черноморец» принимал земляков-биолог «Новокубанск». Главной целью хозяев поля в этой встрече было решить вопрос выхода в первую лигу. Поэтому с первых минут моряки накатывали свои атаки на ворота гостей одну за другой, но мяч в ворота не шел. На 22-й минуте в одной из атак гости вблизи своей штрафной площади нарушили правила в игре против Никиты Пономарева. Штрафной удар четко выполнил Магомед Абакаров. Хозяева повели. 1-0! Во втором тайме рисунок игры не изменился и на 53-й минуте после передачи Владислава Адаева отличился Владислав Руденко. И уже в компенсированное время хозяева смогли довести счет до крупного. Автором голевой передачи стал Кирилл Данилин, а мяч на свой счет записал за Крула Магомедов. 3-0! И в следующем сезоне Новороссийский Черноморец будет выступать в первой лиге. Эмоции добавить. Сработала замена. 1-го июня День защиты детей. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником и желаю всем мира, добра, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы! До свидания! Слышу голос из прекрасного далека Голос утренней в серебряной рассе Слышу голос и вонящая дорога Кружит голову, как в детстве карусель Прекрасно и далека Не будь ко мне жестоко Не будь ко мне жестоко Жестоко и вон От чистого истока Прекрасно и далека Прекрасно и далека Я начинаю вон Слышу голос из прекрасного далека Он зовет меня в чудесные края Слышу голос, голос спрашивает строго А сегодня, что для завтра сделал я Прекрасно и далека Не будь ко мне жестоко Не будь ко мне жестоко Жестоко и вон От чистого истока Прекрасно и далека Прекрасно и далека Я начинаю вон Я клянусь, что стану чище и добрее И в беде не вырошу труда никогда Слышу голос и спешу лазов скорее По дороге, на которой нет следа Прекрасно и далека Не будь ко мне жестоко Не будь ко мне жестоко Жестоко и вон От чистого истока Прекрасно и далека Прекрасно и далека Я начинаю вон Прекрасно и далека Не будь ко мне жестоко И пусть там неженство городов и род От чистого из дома прекрасная далёка Прекрасная далёка Я начинаю путь Субтитры подогнал «Симон» Прекрасная далёка